Путешествуй по Ивановской области. В филармонии в пятницу проходила ярмарка интересных мест и событий. В этом году мероприятие приурочено к 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России» и Году экологии. Чем привлечь туриста? Представители муниципальных районов рассказывают об особенностях своего края, памятниках природы, ремеслах и традициях. Сотрудники гостевых комплексов действуют более настойчиво, берут аудиторию напором и обаянием. Здорово, милые мои дороги, приезжайте к нам в лесной уголок. Это Фурновский район, недалеко от деревни Новина. Приезжайте в сказку, дорогие мои, в детство окунетесь вот так вот. И уедете здоровыми кибе. Ну, если не это все, уедете. Ну, вы там у автобуса, то вас все равно никто считать не будет. Так что ничего не переживайте. Накормим, напоим и развеселим. Всех любим. Развитие гастрономического туризма довольно новая для Ивановской области страница. В селе Решма, например, организован такой тур. Путь к сердцу туриста лежит через желудок. Путешественник имеет возможность посетить монастырь, краеведческий музей, а дальше самое интересное. Гостевой дом Решмка принимает туристов, мастер-класса по пельменям и дальше застолье с этими самыми пельменями. Ну, и также угощения, салат, печешки, пельмешки. Вот, так что приезжайте в Решму. Лухский лук-лучок благодаря Первому каналу теперь знаменит на всю страну. Радушные жители поселка снова приглашают гостей к себе на фестиваль в этом году. Всех накормят луковой шурмой и угостят луковой настойкой. Они могут попробовать блюда из лука, они очень разнообразные. Там будут проводиться конкурсы различные, и поэтому праздничный концерт. Приезжают и гости из соседних районов, областей, тоже представляют свои номера, и поэтому очень интересно проходит. На многих стендах представлен народно-художественный промысел Ивановского края и сувенирная продукция. Это еще раз доказывает, губерния с богатым культурным наследием и сегодня не обделена талантами. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.